Эй, ё, бро, а также переходи на мой второй канал, там, где, кстати, вышло новое видео, короче говоря, ёлка, я уверен, тебе оно понравится, и зацени его, а также поставь там лайк и поделись с друзьями, и всё такое, и, в общем-то, вот вам потерянный эпизод. Срочное включение, чё творим, бро, меня зовут Сергей Унис, и это потерянный эпизод Барбоскиных. Эту серию я видел вот только что по телевизору, и мне до жути страшно после увиденного, но сейчас я вам расскажу об этом. В интернете эту серию никак не найти, и это просто ужасно, ведь она идет только по телевизору. Серия началась с того, что дружок болеет, что у него большая температура, и он не может ничего сделать, что запланировал на сегодня. Он должен сделать табуретку, поубирать дома и сыграть за двор в футбол, но из-за его болезни он ничего не может сделать, ему было очень плохо. И Гена, Лиза и малыш решили ему помочь, и предложили свою помощь. Дружок промолчал и уснул, ему начал сниться сон, как он идет и видит, что в квартире очень чисто, и все убрала Лиза, а в комнате Гены были стуки от молотка. Дружок пошел и туда, он увидел там, как Гена сделал просто замечательный стул, а затем в ту комнату пришел малыш. Он сказал, что они всем двором по футболу заняли первое место, и что дружок не надо больше в их команде. А затем Гена и Лиза начали тоже говорить, что им хорошо без дружка. Дружок проснулся от своего крика, он кричал очень громко, он услышал, как на улице играют в футбол, и малыш забил мяч, и все кричали, какой он молодец. Дружок начал нервничать, и он начал придумать, что же он может сделать, но в его голову не приходило ничего интересного, лишь одно могло его остановить. Дружок подумал, если я никому не надо, то и жить мне нету смысла. Он достал веревку и сделал то, что должен. Я надеюсь, ты понял, что он сделал. На этом все. С тобой был Сергей Онис, поставь лайк тебе, то всего это 2 секунды мне приятно. И подпишись на мой канал, я бы хотел себе такого бесстрашного подписчика, как ты. А также, расскажи об этом видео своим друзьям. Друзья, поделись с ним обязательно, или же ты сырая какаха. И помни, это всего лишь мое воображение.